Приветствую всех кто сейчас смотрит это видео. Решил подставить точку в дискуссии относительно регулятор Белл Хелли с красной буквой С и с желтой буквой С. Вот она с желтой буквой С. Долго собирался думал надо или не надо но решил что надо. В чем же разница между регулятором с красной буквой С и от желтого или наоборот с желтого от красного. Все очень просто что это нормальный регулятор а это вообще хрен понять что это за регулятор и правы были те зрители эти коллеги которые приняли участие в обсуждении этой проблемы что скорее всего надо переходить на режим для работы с этими регуляторами в режим мультишот тогда он будет работать да именно только в режиме мультишот и еще плюс дешет 150 он работает но как-то дешел 150 странновато сейчас мы все это посмотрим извините что я снимаю с мобильного телефона приходится мне держать его одной руки на весу вот ну не хочется заморачиваться со всеми остальными приготовлениями так как это видео я решил снять спонтанно и по-быстрому чтобы не вас долго не задерживать и самому не заморачиваться и так у меня подключен только один как вы поняли только один на первом моторе значит один регулятор я вот по быстренькому припаял чтобы не было замыкания подложил расставочку вот здесь так как у меня уже в прошлый раз этот полетный контроллер был спален то есть центральный процессор я спалил когда припаивала и отпаивал я вам сейчас покажу этот момент итак вы видели как хорошо горят центральные процессы но благо что у него уже опыт был поэтому быстренько быстренько быстренько-быстренько на алиэкспрессе заказал два процессора один поставил один еще в запасе учитывая что в украине чтобы купить такой сейчас процессор это будет стоить от 1800 до 1900 гривен вот а джум вообще предлагает сумасшедшие цены 10700 ну сами понимаете ситуация такая и так я вот поставил на первом моторе на первом моторе и стоит у меня здесь дешет 600 он естественно не закрутится вот видите только пищит ставим 300 тоже не будет поставим 150 сейф ставим запищал так даже не хочет ну-ка сейчас мы пропикал еще раз еще раз дешет 150 вот видите и слышите вот дешет есть дешет 150 но правда у меня он уже после прошивки даже после прошивки не работает ни один кроме мультишот ни один режим вот сейчас мы еще мультишот поставим мультишот также сейф ребут использовать можно на квадрокоптере желательно только одного вида вот мы мультишот работает но стартовать он начинает только после 14 процентов хотя у меня стоит 6 вот на 15 вот вот он остановился 16 16 процентов а стоит у меня 6 ну почему такая все остальные варианты для него это бесполезно поэтому стоит ли он этих денег конечно не стоит хорошо давайте перейдем какие же еще отличия какие у нас отличия если будут стоять на квадрокоптере контроллер вернее регуляторы с красный с и желтый с то бихили их не воспринят и загрузки не будет только если все будут желтенькими или все будут с красненькими вот что у нас здесь при загрузке было при загрузке было 96 и здесь стояла h2516.7 это его прошивка то есть это его обозначение и прошивка 96 стояла значит 96 он должен поддерживать частоту и так прошиваем значит если мы поменяем на 30 значит не воспримется он вернется опять же 25 три варианта прошивки как и у регулятора с красной буквой регулятор с красной буквой обозначается джи-эйдж 30 джи-эйдж 30 джи-эйдж 30 прошивка тоже стандартно белхилле с 16.7 вот это значит если мы прошли прошли но с красной прошивкой прошивка прошивается эмовской прошивкой то более современная более эффективная эффектная значит и работает в дешёте 600 с красной прошивкой великолепно моторы работают тише плавнее вообще изумительная разница очень большая поэтому сейчас я вам покажу что он прошивает прошивая но эта прошивка нигде не работает все прошито все сработало отключаемся переходим переходим война 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 опять наш output здесь у нас стоит multishot и даже извините значит не понял и в multishot и не работает давайте перезагрузимся еще раз multishot нет хорошо давайте дешёте 150 хотя бы где у нас работала сейф ну и что нет и так можно пробовать все остальные ничего нигде не будет то есть эта прошивка не работает поэтому мы вернемся к прошивке предыдущей и вообще желательно здесь при прошивке ставить ну вот так вот мы хотели возвращаем здесь ставим частоту здесь ставим частоту все выходим опять заходим подключаемся ну я не буду здесь все варианты вот стоит у меня 150 дешот и мы его проверим вот вот 7 процентов запустились 7 процентов а в multishot что-то поздновато ну вот 150 дешот да но не 300 и не 600 и больше не идет и эмовская прошивка тоже к сожалению не работает что это это так залепуха какая-то но это на мой взгляд выброшенные деньги поэтому пусть продавцы не подсовывают нам фуфло а присылают то что положено все ребята пока до следующего видео